В библиотеке имени Василия Розанова чествовали работников социальной сферы. Накануне они отметили свой профессиональный праздник, а служба социальной защиты в целом – 25-летний юбилей. Профессия социального работника по праву считается одной из наиболее гуманных и милосердных. Очень важно каждый день думать и заботиться о других людях, искренне желать им счастья, совершать добрые поступки и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Говорили о тех, кто помогает другим людям – детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким старикам, больным. Это более 70 тысяч жителей нашего района. То, что вы каждый день делаете, пропуская через себя чужую боль, чужую неустроенность, это можно осуществлять, только имея огромную светлую душу и каждый раз, каждому человеку, отдавая ее по чуть-чуть. Вот очень хочется пожелать вам – не перегорите. Не перегорите, продолжайте дальше помогать. Надежда Еремкина более 20 лет работает младшим воспитателем в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Риммаши. Но главное в моей работе, наверное, доброе отношение к детям, забота о них и понимание, наверное. Социальная сфера района объединяет более 900 сотрудников. Детский дом «Березка», реабилитационный центр «Оптимист», управление социального развития района, центр занятости населения, который теперь также вошел в социальную службу. Я с удовольствием хочу поздравить своих коллег, работников социальной сферы, за этим замечательным праздником, потому что в этой профессии далеко не каждый человек может работать. И в основном это, конечно, женщины, которые отдают все тепло, доброту своим подопечным, всему населению нашего Сергио-Посадского муниципального района. Праздник молодой, 25 лет, и отрасли всего 25 лет. Но сколько много уже сделано, сколько уже было семей, направленных на правильный путь воспитания детей, скольким людям помогли ваши работники. Благодарственные письма, почетные грамоты руководителей города и района вручили тем, кто долгое время добросовестно работает в социальной сфере района. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов, программа «События».